очень люблю вот такие вот тоннельчики в горах еще плюс один очень красивый каньон в нашу копилочку в этот каньон нас просто так пускать не хотели то ли хотели обмануть то ли по незнанию точно вам сказать не могу въезд сюда платный но у нас есть такая классная карточка которая называется america the beautiful стоит она около 100 долларов и смысл ее в том что вас пускают во все национальные парки америки и национальные леса в общем все что национальная федеральная так сказать отдельно можно еще купить аналогичную карточку штата но мы такую не покупали как-то пока не было необходимости это место куда мы поехали считаются национальным лесом пайк форест значит по и нас должны были сюда пустить бесплатно просто потому что у нас есть эта карточка я ее стал показывать рейнджеру она говорит что мнение типа здесь эта карточка не работает здесь надо заплатить денежку короче говоря какое-то время мы с ней разговаривали и она меня убедила что она меня не пустит если я не заплачу а заплатить можно только кэшем вот так а кэша у нас с собой не было как-то мы уже отвыкли от того что надо с собой наличные доллары таскать в общем пришлось развернуться ехать ближайший город на заправку искать там банкомат и ехать второй раз с наличными а тут как и во многих таких парках где нужно платить наличными есть конвертик к нему есть анкетка ты эту анкетку заполняешь вкладываешь денежку ну как говорится и можно проходить и я начинаю заполнять эту анкетку и смотрю что там есть графа куда можно внести данные моей карточки america the beautiful я такой так зачем здесь эта графа если надо платить за въезд раз эта графа есть значит завес платить не надо в общем короче говоря мы только зря туда-сюда обратно мотались ездили меняли эти деньги снимали в общем имейте ввиду что не все рейнджеры в курсе на каких условиях можно попасть в их парк так что в этом пропуске я заполнил номер своей карточки и мы спокойно поехали дальше все для меня если честно было большим удивлением в гранд каньон значит нас спустили по этой карточки бесплатно вот сюда такое вот нелюдимое место решили не пустить это конечно было очень удивительно но правда восторжествовала кстати если не видели наше путешествие в гранд каньон очень советую его посмотреть на нашем канале основная цель поездки в этот каньон у нас на самом деле было попробовать устроить себе пикник зимой вот так вот интересно тут очень много пикник зон он этот каньон он очень далеко и очень высокая вероятность что свободные места будут в общем так оно и казалось свободных мест было просто вагона маленькая тележка мы себе выбрали то которое нам понравилось больше всего и и устроили себе здесь пикничок классно что там пылища это пыль от машины прикольно да пыль он оказался большой надо подучивать русский язык целом я понимаю почему он такой пустынный ну во первых потому что это все-таки зима а во вторых ехать до него два часа денвера в общем то не каждый захочет ехать два часа для того чтобы покушать а потом два часа ехать обратно но мы это сделали и нам понравилось и мы решили что мы в этот каньон приедем еще и летом а 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 Засовывай туда. Переворачивай, смотри. Блин, он тоже, видишь, чернеет. Жарим бекон, салоброд. 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 Салобродная переехала в природу. Салоброды и природы. Жалко, конечно, нету никаких интересных исторических фактов, как я люблю собирать, или каких-нибудь приколов про этот каньон. Просто красивый каньон, куда можно прийти, отдохнуть. И это, наверное, в общем-то, самое главное. Наверное, единственный минус поездки в каньоны зимой, это то, что там становится очень-очень быстро холодно, потому что солнце садится, очень быстро прячется, так сказать, за склоны гор. Становится темно и холодно. И погреться на солнышке уже не очень-то получится. Зато это плюс, когда ездишь в каньоны летом, потому что в каньоне летом прохладно и можно спрятаться от жары. Это тоже очень классно. В общем, мы перекусили, немножечко подмерзли и решили, что пора погулять непосредственно по самому каньону, поостанавливаться и посмотреть на его красивые, так сказать, места, фотографичные места. В общем, и сейчас и вам покажем эти самые классные-классные кадры. Тут я думал проскочить через эти тоннели и просто снять вам их из машины, а потом подумал, не, надо тормознуть, выйти и снять и показать вам еще немножко горной речки. И это далеко не первые такие туннели нам попадаются. Нам они очень нравятся и мы каждый раз обязательно через них проезжаем туда-сюда, обратно фотографируемся. Не знаю, но очень мне нравятся вот такие вот узенькие туннели в горах. Это, конечно, для меня это что-то с чем-то. А как для вас, вот интересно, вы мне расскажите, а вам нравятся вот такие маленькие узенькие туннельчики? А вообще прикольно. Мы сюда приехали в середине декабря. На самом деле была очень теплая погода, обещали плюс 16. В общем-то, где-то так оно и было. Но в каньоне было прохладно и много где лежал снег. И несмотря на положительную температуру, таять он не собирался, поскольку он лежал, так сказать, в теневой части туннеля, где солнца не бывает никогда в это время года. Поэтому он тут тает даже и не собирается. Ну и что, получилось вот такая вот маленькая коротенькая прогулочка. по каньону, который называется Eleven Mile Canyon Road. Да, не знаю почему так, но как-то вот так. Рядом с этим каньоном есть знаменитая дамба Eleven Mile. Она достаточно тоже интересная. Мы туда съездим и есть State Park, который тоже так же называется Eleven Mile State Park. Есть еще озеро. В общем, да. Мы в эту сторону еще поездим, покрутимся и поснимаем все, что здесь есть. Рядышком, потому что мы просто это дело очень любим. И я надеюсь, что и вам нравится. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых видео из наших путешествий.